Экстренное заседание штаба по уплотнению сроков замены двух из трех, изношенных в конец участков городского водовода, пришлись на воскресенье 19 января. Подробнее в сюжете Людмилы Суверток. Заседание проходило под председательством областного премьера Дениса Паслера. Согласно строке областного бюджета, на 2014 год городу на ремонт аварийных участков должно быть выделено 56 миллионов рублей. Областной премьер поручил администрации сухого лога ускорить ремонтные работы на водоводе и обеспечить качественное холодное водоснабжение жителей города не позднее 3 февраля. Осуществление контроля, выполнение данного поручения возложено на региональное министерство энергетики и ЖКХ. Для этого необходимо привлечь все ресурсы. Последняя задача, что в течение ближайших 7-10 дней полностью работы должны быть закончены и шла врезка нового участка водовода. Поэтому после этого не только будет воздомлена подача в город, но это будет больших объемов, что позволит беспрерывно обеспечивать и жилые дома, и объекты социальной сферы холодной водой. Сегодня на 40-километровой трассе водовода потери воды по пути исследований составляют 30 кубов за час, а на 3-х километровых проблемных участках общей протяженностью 7,5 километров теряется 180 кубов. Перед подрядчиками поставлена задача варить по 400-450 метров трубы. Труба будет брошена по типу воздушки, и только с наступлением тепла рабочие займутся укладкой труб в траншею. Все работы ведутся без авансовых платежей. Расчеты с подрядчиками будут произведены лишь тогда, когда подача воды в город будет осуществляться не по часам, как это происходит сегодня, а в круглосуточном режиме, подчеркнул министр. На сегодняшнее, сегодня 22 число, на 2 часа дня мы находимся на участке, который от станции третьей подкачки занимает километр. Вот мы видим, что здесь вот уже километр этот выложенный, да, труба для перехода под дорогу, она тоже есть, и мы будем снять со следующей трубой, которая уложена. То есть в общей сложности плети с этой стороны, со стороны, с канцерской подкачки, наварено уже порядка километр 600, то есть получается. Их сейчас только надо будет соединять, но это уйдет тоже не меньше, чем одна рабочая смена, а может быть и больше, да. И с той стороны мы видели, варят навстречу тоже, варят навстречу тоже. Поэтому, ну если 3 километра мы считаем, да, километр 600 уже брошено, и остается еще километр 400. Но при нормальной организации работы это еще 3-4 рабочих дня. Это получается среда полностью, четверг, пятница, ну может быть суббота. Где-то к концу воскресенья мы должны, если ничего не случится, закончить эту роботу. По укладке вот этой трубы в таком воздушном варианте, сегодня еще два пасса должны подъехать, может быть получится и быстрее. Но понятно, что погода ждет нас в ближайшие дни не очень хорошая, это уменьшает работу, плюс какие-то моменты связанные, как всегда, с организационными. Ну, по крайней мере в те сроки, которые мы озвучиваем, там 3 февраля открыть садики школы и подать воду, мы, конечно, пока вкладывались. По причине отсутствия бесперебойного водоснабжения и непредсказуемости ситуации, руководитель службы Роспотребнадзора Дмитрий Козловский в целях локализации ситуации с распространением кишечной инфекции распорядился временно закрыть школьные и дошкольные учебные заведения. С учетом того, что имеются перебои от подачи воды, они имелись на прошлой неделе, и перспективы пока непонятные в дальнейшем. То есть вот информация, что нам передает горсети, водоканал ваш, что сегодня до 9 вода будет, а потом ее отключат до 6 утра. А там будет все зависеть от включения, от того, как будет наполнение емкости. В этой связи, в связи с тем, что у нас в целом по муниципальному образованию идет подъем заболеваемости кишечными инфекциями, и в частности беспокоят то, что детские сады и работают в этих условиях, могут привести к вспышечной заболеваемости. Поэтому мы приняли решение, согласовавшись с Управлением Роспотребнадзора, о приостановке работы на этот период образовательного учреждения. Максимально вот эта ситуация может продлиться еще, ну вот, конец этой недели и следующую. А там будет запуск участка после укладки, и ситуация с водой в вашей территории, мы надеемся, навсегда нормализуется. Несмотря на тяжелую ситуацию со снабжением города водой, которая пока продолжает оставаться крайне нестабильной, поликлиника работает в штатном режиме. Услуги внезапно заболевшим и хроникам, нуждающимся в срочной помощи, оказывает скорая. Но есть существенные изменения в работе стационара и службы родовспоможения. Понятно, что роды требуют постоянного водоснабжения, постоянной проточной воды. Пока у нас ситуация не нормализовалась, мы договорились с Азбестовским роддомом, и женщин будем увозить в город Азбест. Такая договоренность уже есть. И вот в субботу мы женщину увезли, народы, в город Азбест. Приостановлены плановые операции. Опасаясь внутри больничных инфекций, во всех подразделениях принимаются меры безопасности, усиливается дезинфекционный режим. Есть изменения в питании пациентов стационара. Тех пациентов, которые после необходимых манипуляций способны свободно передвигаться, отправляют домой. К сожалению, внутри больничной инфекции их никто не отменял. Они могут быть, если не соблюдать дезинфекционный режим. И вот для улучшения вот этой ситуации мы отпускаем какое-то количество больных домой. Нашу съемочную группу заверили, что несмотря на все трудности с водоснабжением, все пациенты, кто приходят за помощью к доктору, бесспорно ее получат. Людмила Суверто, коллега Ефремов, специально для СЛОК-ТВ.